подключился только что напомню играть империя против dream team счет 1 0 пользу империи игра была классная если вы пропустили рекомендую посмотреть затем ее вводят особо стоит отметить игру от бгг что волоской творил мне очень понравилось он позволил своей команде сделать ну в общем то можно сказать камбэк серьезно проигрывала команда но его действия позволили выиграть один файт второй файт новый дальше к сожалению не пошло империя сумела собраться сумела сбросить свои темпы по агрессии и в конечном итоге додавить оппонента но особенно конечно же там сказались опять таки агрессивные действия команды dream team когда сбоку решили зайти кентар вместе свайпером увы это заметили увы из-за этого пострадали очень серьезно потеряли ключевого игрока потеряли линию и дальше было дело техники и так игра номер два у нас уже закончилась как мы видим закончились первые баны улетает в бан у нас кентар вместе с бэтрайдером от империи и лекан с волкером от dream team имперцы забираются в мирану shadow demon и санкинг часть 2 появляется в дрим тим так-так-так-так Да, прошу прощения за молчание, я тут пытаюсь узнать, что происходит. Для тех, кто не знает, что такое Champions League, я напомню, турнир с призовым фондом в 50 тысяч долларов. Более того, если вы покупаете билет, вы можете смотреть игры через Dota TV, а значит иметь серьезные шансы получить какой-то приз себе, и плюс часть денег, которые вы тратите на билет, уходит в тот же самый призовый фонд. На данный момент призовый фонд уже более 60 тысяч. Так, прошу прощения, мне опять тут много всего пишут, организаторы, я пытаюсь разобраться. Так, прошу прощения. Так, прошу прощения. Так, ладно, вернемся пока что к пикам. Да, это, кстати, сработало. В один момент, я помню, вот когда именно по ГГ я перевернул файт. Стенка была по четверым, стенка была по четверым, в узком месте. Но по ГГ это она застырил, просто хорошо стояла Незер Вард от Пугны. И в итоге Империя потеряла четырех игроков. Так, мне тут просто напоминает о том, что нужно озвучить еще состояние в групповой стадии, в группе А. Нами, я так понимаю, еще до игры не сыграли. Имперцы сыграли шесть игр, четыре выиграли, две проиграли. С такой же статистикой у нас идут Power Rangers, молодцы какие. Фнатики сыграли две игры, одну выиграли, одну проиграли. На СКЗ, увы, идут статистика 1-5, очень грустно. Сегодня им, кстати, играя еще и против Na'Vi играть. Кстати, я не понимаю, как они могли сыграть шесть игр, если они с Na'Vi еще не играли. Это, наверное, по картам. Прошу прощения, я, честно говоря, просто не успел ко всему полностью подготовиться, ведь меня попросили заменить Версуту буквально за пару часов до трансляции. Я больше занят был технической составляющей, чтобы на стриме не было никаких проблем, чтобы все проигралось четко и красиво. И, в итоге, некоторые вещи я не знаю. В следующий раз, если в следующий раз будет, конечно, все будет получше. Так. Ах, да. Я думаю, у некоторых возникли вопросы, кто же стримит, кто же комментирует, кто же заменяет Версуту сегодня. Мой ник читается как Хайлинг. Я думаю, некоторые меня уже видели. Для некоторых это, наверное, в первый раз будет замечен. Ну, если что, теперь вы знаете. Пак достается Dream Team. Никс Ассасин у имперцев. И, вроде как, Никс Ассасин должен идти на хард. Вроде как, отлично он там должен стоять. Но, знаете, когда я вижу в пике Мирану, Бэйна и аппарата, опять же, опять же, опять же. Я в прошлой игре сильно просил, поставьте триплу в триплу, но тогда должны были Dream Team это делать. В данном случае имперцы должны становиться 3 на 3. Хотя тут тоже есть с чем сражаться. Дизрапшн очень помогает, конечно же, изменить ход битвы. Сен Кинг в своей прокопочке великолепно действовал в ПГГ. С самого начала причем. Ну и акс наличия, если его проплёт, если он прокрутится пару раз лишних, это тоже может быть смертельно. С другой стороны, мы видим Мэтмэр, мы видим, конечно же, Брэйнснап, мы видим Чилинг Тач, Стрелу. Если это будет файт 3 на 3, с первых же секунд, с первых же минут, кровь будет литься, скорее всего, просто наоборот старикой. Последние баны. Дума убирает Dream Team, ждём бан от Team Empire. Я так понимаю, кого-то на хард, наверное, на забане. С другой стороны, по-хорошему и пак может пойти на харду, если вдруг что. Но именно Dream Team должны будет пикать первыми, это не совсем удобно для них, наверное. Пугну банят имперцы. И, ребятушки. Что же вы там задумали? Остаётся последняя секунда для выбора героя. Остаётся последняя секунда для выбора героя. Остаётся последняя секунда для выбора героя. Так, опять же тут паника какая-то развивается, Dreamteam забирает себе Razor и это очень круто будет выглядеть. Я всегда думал, что Axe будет стоять в трипле, точно так же, как действовали имперцы вначале, то нет. То есть сейчас, конечно, Разорщик было бы повыгоднее поставить Шрада Демона поближе, все-таки Static Link вместе с Disruption работают очень круто, разбираются у нас герои, все уже все набрали, последним пиком заходит имперцам в Race King, ну и мы начинаем. Поггг, сам начало, покупая сразу смог, то же самое мы видели в прошлой игре, они смогли тогда заработать себе фраг, они тогда смогли убить Бэйна, причем дали добить мидеру. Заработали себе хорошее начало, если вы пропустили игру, то я напомню, после этого Viper полоски там обыгрывал где-то в два раза инвокера, если не больше. Итак, на этот раз смогли завязаться чуть раньше, заходят с другой позиции, но опять-таки на топ, здесь пока что мы видим только мага на нексасасин, заходит ему в спину, кстати говоря. Это означает, что если маг прямо сейчас не начнет подниматься на топ, если не начнется обниматься с вышкой, он может приехать. Ой-ой-ой-ой, как хорошо сейчас выходит все-таки Shadow Demon, и запалились они перед вышкой, тут же маг отходит в сторону и спасается, хотя может быть не перед вышкой, может быть все-таки он сам их засветил, я не уверен на 100%. Но факт остается факт, на этот раз игра для Dream Team то халяву не преподносит, которая была в начале. Теперь им как-то надо войти на свою базу, на свою линию осторожненько и целиком, потому как мы видим тут пытается что-то сделать Shadow Demon, ой, прошу прощения, Бэйн вместе с аппаратом, хотя с другой стороны они сразу отходят, как только видят героев, забирает еще и руну Эллюзию Бэйн, ну и сразу же идет Девард от Shadow Demon. Итак, трипла в триплу, причем если я рассчитывал за то, что будет стоять Мирана в трипле, то нет, Мирана у нас уходит в мид на самом-то деле, но для меня это несколько нетипично, я думаю фанаты Империи предполагали о том, что на Миране будет играть Resolution, я же все-таки наделся увидеть ее здесь. Так, на топе Акс гоняет здесь Никсасасин, кстати, действительно отлично получается выбор, стоять ему будет достаточно просто здесь, откидывается вардик, в время начинается файт, пошел стан, сразу же откидывается дизграфшем моментально, причем после стана на Ньюбика, Ньюбик пытается отойти, хитпоинтов немало, в очередной раз великолепно прокапывается ПГГ, станет двоих и все живы, все живы, все здоровы, восстанавливает хитпоинты сейчас быстренько, Ньюбик, ПГГ также, но кстати сейчас же уже возможности отхиляться такой не будет, и со второй попытки возможно что-то получше получится у имперцев, хотя смотрите, тут уже сами Dream Team собирается сражаться, цепанули Сайлента, ой-ой-ой-ой-ой, как ему плохо, пытается он уйти, хитпоинтов очень мало выпивает стики, выживает, но он ПГГ умирает и ФСБ забирает Always On On Fly. Продолжается драка, Сайлент разворачивается, маны у него не хватает для того, чтобы скинуть стан по Shadow Demon, иначе бы тот уже погиб бы, и было бы уже 2-0. Возвращается на линию у нас Юрги, снова цепляет Сайлента, Ньюбик, один удар, второй удар, тут просто-напросто скидывает стан, Сайлент уверен в своих силах, причем у Ньюбика очень мало хитпоинтов, пытается пройти, нужно прогрязать дерево слишком поздно, я не знаю, наверное мискликал он по дереву в панике и в итоге умирает. ПГГ пытается убить Always On Fly, не получается, а то стоит достаточно далеко, у ПГГ пока что только второй левел, да и маны не хватает, на самом деле оказывается маны, нет. Shadow Demon высылся слишком далеко, получает несколько очков, больно ему, но тут уже есть Ньюбик, дает он в плазмофилд, добивает вас скоро, вас скоро спрячет сам себя и дынается. Ух ты, хорош. Панатар подставляется в те время Сайлент, хитпоинтов очень мало сейчас пока что у имперцев. Ньюбик, Дюбик, что ж ты делаешь, что добивает он Always On Fly, теперь еще остается добить и Сайлент, что у него получается, есть он еще и уйдет и хитпоинт остается всего на все 16, но он уходит, он уходит и Бен его догнать. В принципе может, у него спит на десяточку выше, но тот отжирается уже, как мы видим, танго. Мирана дает стрелу, хорошая стрела, отлично летит, но Ньюбик все видел, похоже, слышал, ожидал, уворачивается в сторону, жив-здоров. Молодчинка. На топе, что у нас произошло? Первый использованный Red King от команды Империи, пока что выглядит очень круто. На топе мы видим, что вроде как нормально себя чувствует Никс и Сайлент, я думал, что Акс его должен будет загонять, но видите, тут всего на 4 крипа отстает. Никс, это мелочь. Сентри, пак. Назря-назрю идет вместе с Мираной. И основной экшн, конечно, у нас был на боте. Экшн, который подарил нам уже 7 килов. Хотя один дедай был. Так что статистика у нас получается 4-2, а не 4-3. Давайте посмотрим по графикам, что это показывает нам. Небольшое преимущество Имперцев по деньгам и небольшое преимущество по экспе в Dream Team. Так, куда-то не туда выслался Бэйн. В итоге начинает его сбивать. У Пака есть руна скорости. Хейст. Значит, Бэйн никуда уже не уйдет. Стрела улетит, попадает в Акса. Бэйн все равно, скорее всего, должен приехать. Ой-ой-ой, но сюда приходит также еще Никс Ассасин. Сразу же компенсирует потерю Бэйна тем, что добивает Пака. ПГГ умирает у нас. У меня получается 2 в 1. Ух ты, ух ты, ух ты. Отлично поддерживает команда своего тиммейта. Ничего не скажешь. Оказалось, ровное место. Ну, никак там не должен был выживать Бэйн. Эту потерю компенсировали. И с лихвой. Итак, Империя, в те времена, делает Ротейшн. Сана передвигается на Изи Лейн. Будет стоять на топе. Прикрывает его, конечно же. Аппарат... Айс Вортикс берется только на 4 левеле, что... Для меня лично странно. Не, я понимаю, что станов много. И коллфит из-за этого может сработать, но... Мне кажется, недооценивается Айс Вортикс сейчас. Ведь Мэджик дэмэджа в полном полном Империи. А Айс Вортикс, помимо того, что замедляет героя, он еще снимает Мэджик Резист. Так же добавляет очень много плюшек. Ну, смотрите, Бэйнснап, например, делает 160 дэмэджа. Тут Стан делает еще 100 дэмэджа. Плюс Чилинг Тач добавляет по 60 дэмэдж. То есть снять Резист было бы очень хорошо. На втором левеле это снимает 20%, остается всего на себя 5. И считайте, будет входить практически полный дамаг от всех этих спеллов, от всех этих плюшек. Мне кажется, это гораздо нужнее, важнее, чем колдфин. Тем более маны вначале не так много, а Айс Вортикс все-таки подешевле. Итак, была попытка гонгануть Шадоу Демон, тут не подставился. Выдерживал дистанцию. Ротешин также делает у нас Акс, преследует Никса. Ух, пытается спастись. Заюзали просто-напросто ульту Мираны, чтобы Никс юзался в порядке. Окей. Но Никс не сдается. Никс не сдается. Засвечивает он сейчас Акса. Делает стан. Было, наверное, посылать стрелу. Но нет, Резолюшн пока что не кастует ее. Ждет удачной позиции. Акс, соответственно, должен петлять влево-право. И Старфол почему-то не цепанул. Акс успел спрятаться за деревьями. Стрела промахивается. Эх, Резолюшн, Резолюшн. Две спелы он промахивается. В итоге Акс живее всех живых. А сам там он подставляется. Прокапывает у ПГГ. Дается плазмик фил. Минус. Ну, честно говоря, странная игра. Только что мы наблюдали с вами от Резолюшн. Шадоу Демон. Подставляется. Он сам прекрасно это понимал. Сделал дизрапшн. Как мы видели, он стоял просто-напросто на месте. Скорее всего, закупался в этот момент. Ну, идти ему там, ну, уж никак не получалось. Еще раз посмотрим, что там по деньгам. По экспе. По деньгам империя отыгрывается уже практически в ноль. По экспе увеличивает отрыв. Так, в центре. Ой-ой-ой. Пока я смотрел, кто чего она покупает, у нас на самом деле ганганули тем временем. Пак убивает уже во второй раз за эту игру. Ну и, наверное, имеет смысл включить NetWars. По NetWars, на самом деле, пак проигрывает всего лишь 300 монет. Резолюшн. Ну, почему бы и нет. Резолюшн потратил очень много времени, пока он забежал сюда, а пока он тут бегал, 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 бегал. В конечном итоге еще и сдох. Позволил Паку все-таки вернуться в игру хоть два раза он умер. Но особо не проигрывает. На первом месте у нас пока что Razer уже приобрел себе меку, что очень, мне кажется, круто для восьмой минуты. Затем уже идет Саун, пока что он собирает барабанчики себе. В центре резолюшн выбирал позицию. Вроде как хотел подраться, но тут шедо-дем подстраховывает Пака, плюс подтягивается сюда и еще, и еще, и еще. Вся команда уже здесь, пятером, заходит в центр. Ну, раз собрались пятером, то наверняка будут забирать вышку, посмотрим, как у них это получится. Абрат за это время пытается получить себе шестого левел. Ну, конечно же, просто-напросто фармит Саун. Чего мы стесняться. Также достается экспириенс и денежка ванскору. У него уже практически шестого левел. Нет, практически это смело сказано. Начало только пятого. Двести сорок три спы. Так, стрела тем временем попадает в ПГГ, но нет поддержки. Резолюшн сам, конечно, тут ничего не сделает. Ну, разве что отдаться может. Нет, он просто получает. Баттлхангер отходит в сторону. Акс забирает на себе крипов. Вышка уходит в пользу команды ПГГ. Плюс... А, ну ладно, извините. Дрим Тим. В первой игре, когда они играли, первую вышку они смогли забрать, по-моему, только на 30-й минуте. Вообще у них не получалось там зачистить как-то карту. Ну, правда, тогда был Трин Протектор. Который просто лечил все эти вышки. Ой-ой-ой, ПГГ сейчас может попасться. Да, его, правда, подстанил здесь маг. Выходит вперед, получает еще один стан, бред снап и... До свидания. Ну, за это время, пока не было ПГГ, его команда по боту проходится все дальше, дальше, дальше. Начинают ресниговать уже вторую вышку в этой игре. Майя пролетает на бот, но пока что поделать ничего не может, вместе с аппаратом отпушить линию достаточно проблематично. И вышка падает. Мне бы пытаются заласхидить, не получается. Ласхидить все-таки пак. Так, салан, в те времена тоже время зря не теряет, добивает свою вышку. В итоге, размен по вышечкам пока что 2-1. По деньгам мы видим все равно 0, и экспириенс теперь уже... Ага, прошу прощения, я тогда сказал, что в пользу имперцев я перепутывал. Это от прошлой игры. Я привык, что империя у нас была на другом месте, это снизу теперь империя. Да. Немножко паники. От меня, извините. Ну, да, империя получается у нас отыгрывается по экспириенсу. Слишком долго бегали пятером у нас Dream Team. Не высказывается. ПГГ, по-моему, хочет еще раз приехать. Снова в том же самом месте он закапывается. Резолюшн, на самом деле, имеет возможность легко и просто кинуть стрелу. Конечно, ПГГ просто пройдет. Никса там нет, и ладно. Ой-ой-ой, у нас на топе, оказывается, под тир-2 убивали аппарата. Аппарат умирает. Умирает точно так же Акс. Знаю, что там был у нас пак, но пак на самом деле оттпшился уже домой. Опа! Стан получает Ньюбик, получает еще и стрелу. Это трехсекунд, и как минимум, скорее всего, даже четвертое. Ууу, что творит у нас Бэйн, он цепляет одновременно еще и шадов демона. Ну и, конечно же, Ньюбик тоже должен будет умереть, пытается улететь. Нет, вдруг. А вас я попрошу остаться. Ну что, потеряв аппарата, они убивают троих. И это великолепный файт для Империи. Маг уже восьмого левела. Пак у нас восьмого левела. Прикольно. Хардландия получает левел быстрее. И что интересно по итамам мы наблюдаем. У Акса есть теперь уже Блинк Даггер. Это здорово. Это, конечно же, отлично, но хитпоинтов у него пока что довольно-таки мало. У нас всего тысяча. Так что вырваться, наверное, будет довольно-таки опасно. Блинк Даггер также появляется у Пака. ПГГ приобрел себе Аркан Буцы. Хорошо. Что дойдем, конечно же, бегает нищий. Сапоги, есть еще Мэджик Вант и все. На этом все. Сана приобрел барабанчики. Еще полторы тысячи у него остается в кармане. Богатый дядя. Аппарат приобрел урну. Добавит это немножко хитпоинтов. Самое главное, что у него уже есть шестой левел. И ульта пошла на топ. Плотной кучкой стоят герои. Кстати говоря, ульта могла попасть со временем в четверых. Попадает. Попадает в четверых. Хорошо. Правда, вышка уже упала. Сюда прилетает маг. Но он один. Включая сразу же КРПС. Ой-ой-ой-ой. В четвертый раз покапывает двоих. В магте временем очень близко к тому, чтобы умереть. Да, прыгает у нас Акс. Кричит. Добивает своего оппонента. ПГГ умирает в неровной схватке против двоих. Но тут остается. Дримкоил. Мирана прыгает в сторону. Акс. Все ближе и ближе. У него пока что, увы, нет возможности накричать. Но зато подставляется ванскор. Он тут с ульты пытался кому-то что-то помешать сделать. Из-за этого просто-напросто отъезжает. Так же стан включается по Eraser. Разор это как будто бы не замечает. Резолюшн добивает. Акс. Еще раз. Ультует. Есть же ж. Ой-ой-ой. Какая комбинация получилась. Отсанутся с All of Swaflight. Добивают они Eraser. Но это единственный фраг пока что. При том, что сами они потеряли уже трех игроков. Пак. Успевает шифтануться. Но и отбринкнуться. Хорош. Нож. Я уже хотел бы похоронить. Сказать что шифтанулся. Но все равно умер. Но нет. Нет. Не то-то было. Ну и норм. Нормально. Нормально потрались. Вышку забрали. Еще и люле навешали. Если Dream Team сейчас продолжит в таком же духе. Я думаю это будет уже 1-1. Напомню что эти игры играются у нас в Best of Two. Так. Был бы блин даггер. Я более чем уверен. Чтобы ПГГ ворвался бы сейчас сюда. Но нет. Даггера не было. Еще одна ульта от Аппарата. Это уже третья. Как только получил 6 левел. И все четко в цели. Посмотрите. Второй раз он попадает по четырем игрокам одновременно. Офигенно. Эх. Кому то бы еще и помочь здесь. Вроде как ульта пока что не так много хитпоинтов снимает. Но. Во время боя это очень неприятный спелл. Вы не лечите. Соответственно мека будет бесполезной. Там длительное соображение всего 80 секунд. 8 секунд это как-то мелковато. ульта. Еще одна ульта. Это раз по двоим. В спину заходит маг. В спину заходит маг. Может типа идут спадать теоретически Акса. Правда саму надо будет сразу же убегать. Сайлент. В этом времени пушит топ. Да. У него падает вышка в центре. И что. Я зато размениваюсь. У вас есть возможность подраться если получится. А я тебе за время вышечку побью. Кстати говоря он тп шится назад. Сразу же отступает. У нас вроде как гримтим. И отступает очень хорошо. Пока что никого цепнуть из них не получилось. Заметили мага. Макс сразу же венгету прожимает. Стоит один против двоих. Мог бы там кого-то подсадить. Нет. Он решает убить Акса. Напоминает это что-то да. Но на этот раз Resolution не пожалела стрелу. Она входит четко в цель. Ага. Все таки Аксы забирают. Вот так и в прошлый раз надо было делать. Resolution тогда решил почему-то побегать. И это было зря. Так. Нюбик. Получает один стан. Сразу же кидается дизрабшина. Это позволяет просто-напросто аппарату попасть ультой. Сразу же получается еще и импейл. Очень плохо Нюбик. Он подстраховывает его пак. Но его начинают держать. One score. Минус пак. Минус конечно же у нас получается еще и Razor. ПГГ пытается как-то задержать своих оппонентов. Вроде как это получается. Пытается убежать теперь в сторону. Ну тут прям на пятки наступает уже Silent. Отлетает стан. Ой-ой-ой. Безняжка ПГГ получает еще одну стрелу. Starfall. И еще раз в минус. А при этом еще и вышка страдает. Развившины также подумают очень полезную для себя руну. Ну по крайней мере. В данный момент действительно дабл демаж очень нужен. Ведь с этой руной можно было. Много плюх на вешать. Израивается Fortification я вообще не понимаю зачем. Вышка гарантированно падает. Не получится ее задефать. А Fortification теперь не будет 5 минут. Наверное не стоило. Хотя игрокам виднее. Итак. Империя после столь удачной драки получает преимущество 4000. Также очень шикарно набирает обороты по экспириенсу. Сам приобрел себе Blade Armor. Есть у него Blin Dagger. Мы это уже видели с вами. Blin Dagger также уникса. Давайте вот так вот посмотрим. Что? Ух ты. Аппарат собирает себе еще и Мекку. Да почему собирает? Он уже собрал. Ничего себе. Хотя с другой стороны ничего не удивляюсь просто. Мне кажется для такой стадии для этого саппорта достаточно неплохой запак. Ульта. Летит на ботно к сожалению сложно была позиция. Не угадываю. Надо было кидать чуть-чуть вперед. Где-то на пол экрана. Тогда попал бы в очередной раз по 3. Но по-моему это первый его ультимейт где он промахивается. Все остальные раза пока что были четко в цель. И продолжается фарм. Продолжается кач. Мак фармит свои леса. Санат продолжает пушить топ и как мы видим уже снес тут большую часть вышки. Команда Dream Team пока что ходит только в пятером. Это серьезная просадка по экспе. Мы наблюдаем что тут 10 левел, 7, 10, 8, 10. Здесь уже 9, 12, 8, 8, 13. Наверное это не лучшая стратегия в данном случае. Так. Смотрите как хорошо заходит ультимейт. И одновременно попадает еще и в ПГГ и Шадо Демона. ПГГ сразу же прячет. Он прыгивает санат. Очень быстро убивает у нас обоих. Я не понял почему ПГГ умер. Держит также в ульте. У нас сейчас еще и Пака. Пак умирает. Это уже минус 3. Ньюбик подставляется под стан. Ньюбик отсюда тоже не уходит. Минус 4. Просто карает империя своих оппонентов. Ну блин. Поначалу все выглядело классно для Dream Team. Вроде как они нормально сражались. Вроде как забирали вышки. Сейчас это Five Man Dota. Играет против них. И с каждой секунды будет все сложнее и сложнее. Аппарат уже девятый левел. Также стоит отметить Бэйна. Который успевает все время зацепить Пака. Уже два раза скидывает на него ульту. Пак. Увы. После этого поделать ни черта не может. Складывается очень быстро. Хитпоинтов у него мало. Если у нас всего 900. Пак конечно должен быть мобильным героем. Должен уходить в шифты. Должен. Отлетать на арбах. Прыгать даггером. Но когда тебя кастует. Когда тебя кастует ульту Бэйна. Увы. Этого все сделать нельзя. Империя принимается за вышку на боте. Очень сильно находится на вышке на топе. Напомню вам. Так что вышки сейчас они будут забирать очень быстро. Ласт хит наносит еще и Сайлент. Сам. Там. Наращивает свое преимущество по фарму. Отрывается он уже на 2500 против Акса. Акс в инвизи. Тем временем. Всех видит. Идет. Ждет поддержки команды. Далековато. Далековато находится ПГГ. Шадоу Демон. Не получилось сыпануть. Хотя. Хотелось. Наверняка. Увы. Скидывает ульту. Идет дальше. Добирает свой экспириенс. Действительно. Один из ТЛО для него. Ивляется очень важным. Промахивается ульту. Хотя. Летело очень хорошо. Акс. Прыгает двоих. Помогает ему ПАКС. Скидывает со станом. Пэйл. Успевает отойти в сторону Бэйн. Успевает опрыгнуть. Резолюшн. Также Шадоу Демон. Он вписывает с собой. Подстраховывает ПАКа. Упс. У нас кто-то рассыпался. Но это был всего-навсего Скелетон Кинг. Сейчас он поднимется. Всех замедлив при этом. Но нужна поддержка. Приходит сюда маг. У мага нет. И к сожалению маны. Добивается Аната. Семьсот монет. Отправляется в фонд поддержки Акса. Прыгадывание Резолюшн. Резолюшн. Очень мало хитпоинтов. Подстраховывает немножко аппарат. Подзамедливала монета. Плюс лип был. В итоге Резолюшн жив. Ничего себе. Вы решали подняться на тир 3 что ли? Нет. Они судя по всему просто провоцируют на байбеке. Никто не байбекается. Да тем более. Как мы видим. У Саната денег нет. 200 монет ему не хватает для того чтобы байбекнуться. Наверное надо было сразу переключиться на топ. Может быть успели бы сбрить тогда тир 2. Если так. То нет возможности упустились. Зато ПГГ находят стеки. Находят тут очень много крипов. Начинают их жарить. Своими песками. Нормально. Четвертый стек. Очень приятно. Очень много денег. Это практически блин даггер. И Акс при этом еще и покупает себе септор. И кстати только ПГГ отсюда уходит. Всегда приходит Миран и такая. Эй. Где мои крипы? Что это такое? Что за чип? Поставили Ice Vortex. Но ПГГ уже далеко. Его уже след простыл. Так. Пока у нас небольшой затишь. Я напомню что после этой игры у нас будет еще одна партия. Best of 2 будет сражаться Нави против Next KZ. Опа. Врывается Акс вместе с Паком. Дает проказ по Сайленту. Сайленту одновременно. Как мы видим. Ватскорд как всегда держит Пака. Пак умирает от этого. Отлично Дизелда. Ничего не скажешь. Теперь очередь Нюбика. Добивает одновременно еще и Акса. Как-то разделись на две части. Акс погибает. Рейзер погибает. Это минус 3 без каких-то ответок. Инициировали вроде как Dream Team. Вроде как они хотели тут всех разобрать. Да? Да. Планы полностью провалился. Они особо никакого дэмажа не сделали. Как мы видим. Уже практически. Восстановил себе. Хитпоинты. Сколько. Ну это смело так сказал. Почти восстановил. На пол хп бегает. Ой-ой-ой-ой. Смело себя чувствую. Хотя рядышком находится. Так. Тут Денти постоянно намекает о том. Что смотрите. Сейчас будет. Нави Next KZ. Нет. Без нас я думаю. Они не начнут. Сайлент. У него нет ульты. Падает. Хо-хо-хо. Два Саффорта. Оставшиеся в живых. Единственные. Кто остались в живых. Убивает. Майнкерриа имперцев. Кто в этом мог поверить. Так. Врыв тем временем на пака. Выдают ему тонны дэмэджа. И это срабатывает. Пак умирает. Хотя вроде как шифтанулся. Вроде как. Мне казалось. Мог бы успеть уйти на блиндаггер. Но шифт у него был только на единичку. В итоге слишком мало времени. А элисерон откинуть он не успел. Бедный. Бедный пак. Статистика 364. Честно говоря думал что будет похуже у него стата. В этой игре. Так. Еще раз. Аппарат скидывает ульту в центр. Попадает по троим. Нет. По двоим. Как же больно двусаппортом. Тут же маг прыгает дальше. Цепанул ПГГ. У ПГГ очень мало хитпоинтов. Догорит. Нет. Не догорит. Выживает он. Буквально на досылах. Маг эти времени запинали. ПГГ все таки умирает. Добивает. И размен получается один в один. Не то чтобы это такой важный был размен. Но. Смотрите. У нас он. Получает экспириенс. Есть у него уже одиннадцатый левел. Получает он еще и капусточку. То есть. Выигрывает на этом очень много времени. Имперцы. Когда они заставляют оппонентов бегать пятером. А сами. Либо сплит пушит. Либо просто-напросто формят на своих линиях. Ну как сам например это делает. Хотя. Если бы он тогда не отдался двум саппортом. Все у него было гораздо лучше. Так. Ну что ж. Временно стало собирать септер. У нас он чувствует свою силу. Прикупает бонтпоинт бустер. И действительно у него еще семьсот монет есть. То есть. Фактически половину септера он уже заработал. Остается только вторая половинка. Все так же очень плотно держится у нас. Дримтим. Единственный игрок. Который вдалеке от команды. Это ПГГ. Он уходит забирать денежку. Он на топе. Ох. Ничего себе. Мирана тем временем себе елни ружи купил. Целиком. Как-то неожиданно. Это же сколько денег было у резолюшной. Я не прокликал и не смотрел. Прилетела курица. Резолюшно улетел на базу. Курица еще раз за ним летает. Что ж такое. Гоняет зазря этого недвижонка. Эту пандочку. Мак тем временем заходит в спину своим оппонентом. Юзается одновременно смог. Ох. Классно если бы он сразу же его и запалил бы. Но нет. Заходит в чужую территорию. Дрим Тим. Яна показывает что хотят подраться за Тир 2. Пока что их файты проваливались. Даже когда они инсуировали. Вроде как одновременно впрыгивал Акс с паком. Все это заканчивалось для них плачевно. Аппарат уже на месте. Юзается при этом еще ульта Амирана. Но не пробегает прямо под свежепоставленным центриком. Тут ставится еще один центрик. Который светит им. Где же находится оппонента. Акс. Цепляет мага. Маг умирает очень быстро. Ульта аппарата входит пока что. Вдвоих. Но все равно это серьезно. При том что это 11 level. Не будем задавать. Забывать. Оп. Растягивается очень сильно боя. Не успевая показать все что хотелось. Умирает у нас шадододел. Умирает у нас ПГГ. Ванскор просто улетает. Юбика тоже забивает. Четвером. И это получается минус 3 за одного. Маг подставился. Его убили очень быстро. Он не успел ни карпейс прожать. Ни мпл дать. Ничего толком. Но маг же не знал что там Сэндрик стоит. Правильно? Он просто бежал в свои виндетти и надеялся что все будет окей. Пак ТП 6 домой. И очень вовремя тут рядышком как раз находился. Резолюшн с дабл дэмэджем. Находил еще одну руну. Это хейст. И как мы видим очередной тимфайт который затевает снова таки детей. Для них заканчивается провалом. Преимущество имперцев уже 10 тысяч по деньгам. 15 тысяч по опыту. Очень много. В центре. Пак. Представляю что просто его в соло гоняет. Ульта аппарата к сожалению не попадет и пак выживает. Если попало пак рассыпался. Акс прыгает пытаясь цепануть кого то не получается. Что это за фигня. Ты че делаешь. Он скоро. По моему равновата как то для шуток. Игра еще далеко не выиграно. Еще все может случиться. Хотя конечно видим что по статистике имперцев все очень хорошо. Пагг замечает маг тем временем. Прокапывает дает монобор. Влетает стрела еще и пагг отсюда уже не уйдет. Хотя рядышко находятся два тиммейта. Но увы ничего не могут сделать. Акс рывается в соло на врейс кинга. Тот говорит ну давай братюнь. Давай куда ты побежал. Ты че останься здесь. Дружище. Ну ты же хотел подраться. Давай 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 давай. Ой 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 отлично блин. Акс я не понял куда он вообще хотел. Но это блин не оставляет ему шансов. Умирает. Присоединяется к ПГГ на базе. Черт. Ну так можно и приехать. Нельзя на таком минуте нельзя с таким отставанием отдавать такие халявные фраги. Так. Ульт аппарата пушит линию. Убивает ранжевого крипа наконцает всех милишных. Так что линия будет пушиться в односторонном порядке. Shadow Demon умирает буквально секунды. Отличный MPL от мага. Умирают также еще и пак. И вроде как появляется ПГГ. Но все равно минус 3. И как тут играть. Постоянно где-то кто-то сыпется. Как мы видим Dream Team. Сами видят что ничего у них не получается. В итоге просто-напросто сдаются. ГГВП. Вторую игру выигрывает Империя. Гораздо более уверенно этот раз. С чем мы их поздравляем. Они на данный момент если я правильно понимаю. Занимают первую строчку на турнире на таблице. Группа А. Чемпионс Лиги. Они достойны этого. Не разбегайтесь. Сейчас у нас будет следующий матч. Сейчас у нас будет играть Na'Vi против NextKZ. Мы обязательно.